И эти природы, они сходны друг с другом, но противоположны, как оригинал и его отражение. Они очень похожи друг на друга, однако там, где у оригинала право, у отражения лево. Там, где косой пробор налево, у отражения направо. Соответственно, путь погружения в себя – это способ или йога, или духовная практика, когда мы стараемся оторваться от своей внешней природы и погрузиться в свою внутреннюю природу. Когда мы живем своей внешней природой, то, соответственно, мы хотим стать лучше или совершенствоваться на виду у тех, кто окружает нас. То есть во внешнем мире мы стараемся лучше свою внешнюю природу. Мы стараемся накапливать, мы стараемся выглядеть добрее, приятнее, моложе, стяжать больше во внешнем мире. Но, как я говорил, внешняя природа – она обманчивая природа. То есть это природа, которой нам не принадлежит. Это та природа, или ее очень называют ложное «я», или ложное эго, которую мы строим для того, чтобы стяжать внимание окружающих. А вот внутренняя природа – это наша подлинная природа, которая остается с нами независимо от того, как мы меняемся вовне. Молоды мы, стары мы, богаты мы или не богаты, внутренняя природа, она всегда остается одна и та же. Соответственно, медитируя или углубившись в свою внутреннюю природу, в свою совесть, мы обретаем умиротворение, мы обретаем спокойствие. Вот, собственно, в этом заключается путь погружения в себя, или путь погружения в свою внутреннюю природу. Это вот как, когда человека сбила машина, и он уже умирает, или не умирает, ну, совсем неплохо, ему уже все равно, как он лежит. Задрана у него юбка, разорвана на нем рубашка, в селе публички застел, ему уже все равно. Вот в этот момент он медитирует на свою внутреннюю природу, он погружается в свою внутреннюю природу, потому что ему все равно, как он выглядит и что о нем скажет. Но как только ему становится лучше, он сразу покупает получше одежду, сразу перестает обманывать, вернее, начинает обманывать окружающих, бросает, кидает им пыль в глаза, чтобы выглядеть лучше. Вот это, вот мы постоянно живем в борьбе между внутренней природой и внешней природой. Как погрузиться в себя, или зачем вообще нужен путь погружения в себя, для того, чтобы обрести вновь свое естество, для того, чтобы найти то умиротворение, если кого-то это привлекает, конечно. Какие-то вопросы у нас? Ну, есть много способов. Вот в Бхагавадгите Кришна предлагает несколько. Это путь отказа от плодов деятельности, это путь ухода от мира, непосредственное созерцание себя с помощью такого метода, как он называется «нети-нети». Это когда ты в своем сознании отсекаешь все, что тебе не принадлежит, понимая, что то, что тебе не принадлежит, о нем не стоит беспокоиться. То, что ты можешь потерять, это тебе никогда не принадлежит, поэтому о нем не стоит беспокоиться. Если начинается вот этот путь «нети-нети» или отсечения себя, то ты понимаешь, что предметы окружающего мира, они не твои. Хотя у тебя может быть даже бумага, где написано, что это твое, но по сути это не твое. Дальше ты понимаешь, что даже твое собственное плод, твое тело, оно тоже не твое, потому что оно постоянно меняется. Оно то детское, то юношеское, то пожилое, то старческое, то вообще гниет. Ты тоже его отсекаешь. Потом ты понимаешь, что даже мысли, которые, казалось бы, есть ты, на самом деле они твои. То есть эти мысли и ты – существа разные, разные сущности. И ты тоже их отсекаешь. То есть ты отсекаешь предметы, обладание, чувства, плоть и мысли. И вот когда ты постепенно отсекаешь все, а в сухом остатке остаешься ты сам. И вот этот ты сам, ты в него погружаешься, входишь в него. То есть отсечь зерна от плевел, что называется. То, что несущественно, отсекаешь. А первый способ – это работать, не привязываясь к результату. Понимая, что тебе принадлежат только цели и усилия, а плоды труда тебе не принадлежат. Потому что плоды труда тебе дают те, кто тебя окружает. Ну, самый очевидный пример – это деньги. Когда ты работаешь, работаешь, и тебе дают деньги, то твое богатство, оно зависит от тех, кто тебе эти деньги дал. Потому что они в любой момент могут сказать, что эти деньги больше не действительны. И ты их потерял. То есть плоды труда, они зависят от кого-то. Вот этот вот путь кармы. То есть путь непривязанности к плодам труда. Второй путь – это уход в себя, отсечение всего, что не ты. Такие способы. Называется йога-медитация. Есть третий путь, называется бхакти. Это когда ты не просто считаешь, что тебе не принадлежит ничего в этом мире. А ты еще понимаешь, что кроме этого, ты еще понимаешь, что кому-то это принадлежит. Есть три способа поведения, когда ты нашел на улице кошелек. Первое – ты его себе забрал. Второе – ты его оставил на месте, выкинул, потому что это не твое. А третье – ты нашел хозяина и передал хозяину. Вот путь бхакти, когда ты не просто отказался от плодов труда, не просто разодождествил себя, перестал себя считать тем, кем ты не являешься. А ты плоды своего труда и само свое существо, вновь нашедшее себя существо, ты отдаешь тому, кому это все принадлежит. Господу Богу. Это путь бхакти. Поскольку Господь, Он пребывает внутри нас, Он, так сказать, если мы жизнь, то Он душа жизнь. Вот если мы душа тела, то Он наша душа. Поэтому это выражение «наша душа переселяется». Это не совсем правильно или «наша душа страдает». Наша душа не страдает, а мы страдаем. А наша душа, то есть Сам Господь, Он не страдает, Он лишь наблюдает. Он сторонний наблюдатель. Так вот, когда мы углубляемся в себя, то мы Его начинаем созерцать. Сейчас бы сказали канал, да, через канал совести. Мы начинаем созерцать Его. То есть вовне мы наблюдаем, медитируя во внешний мир, мы наблюдаем лишь те предметы, которыми можем пользоваться. Предметы, которые можем эксплуатировать. А наблюдая внутри себя, мы видим лишь того или то, чему мы служим. Во внешнем мире мы не видим тех, кому мы можем служить. Наше зрение и наше мышление построено таким образом, что мы видим черезрастность. То есть мы видим то, что удобно и что полезно, что выгодно, что можно приспособить. А вот то, чему можем служить, мы этого не замечаем. Как человек, который, как мужчина, попавший на рынок, он видит только мужские принадлежности. Бритвы там всякие, да. А женские принадлежности не видит. А женщина наоборот. Она видит там всякие помады, да. А мужские не видит. Просто для нее это такое пестрое, что-то непонятное. Ну, может быть, такой утрирный пример, но тем не менее. Вот мы точно так же. Мы видим только то, что можно, вот на этом рынке огромном, только то, что можно использовать. А то, что нельзя использовать, то, чему можно служить, мы не видим просто. А вот когда мы погружаемся в себя, когда мы принимаем, что точно так же, как мне что-то принадлежит в этом мире гипотетически, так же в том внутреннем мире я принадлежу кому-то, вот тогда мы начинаем видеть того, кому мы принадлежим, и мы, это и есть погружение в себя, потому что он находится только внутри нас. Мы принадлежим Богу, и в этом молитвенном или медитационном состоянии мы подчиняемся только Его голосу. И тогда голоса внешнего мира, они уже для нас не играют роли, они уже не властны над нами. Мы Бога отдаем Богово, а кесарю кесарю. Причем эта медитация, она в системе Бхакти, она не предполагает уходить из общества, уходить из мира, а можно внешне находиться в миру, но быть постоянно связанным через голос совести, голос служения с тем высшим началом, с центром, с душой жизни. И в этом, собственно, будет погружение в себе. — А как нужно отдать Богу то, что ты, ну, плоды своего труда, как они умерли? — Способ тоже. — Да. И вообще, зачем им это нужно, плоды нашего труда? — А у нас, вы правы, плоды нашего труда — это как волны в океане, такие очень зыбкие. Вы правы в том, что как таковых плодов труда нету. Но что у нас есть, мы вчера говорили, у нас есть внимание. И вот наше внимание мы ему можем отдать. И ему это приятно, как любому эгоисту. А он является эгоист большой буквы, эгоистом с большой буквы, он самый высший эгоист. Вот в Шимад Бхагаватам есть такая история, когда силы тьмы и света, боги и демоны, они решили с помощью тяжкого труда сделать себе напиток бессмертия. Они, значит, пахтали белоснежный молочный океан горой, золотой горой. Она крутилась, и, значит, там волны взбивались. Вот этот мектар бессмертия, он был действительно плодом их труда. Но поскольку все и так бессмертны, то, конечно, этот плод их труда был не этой иллюзией. Но при этом, поскольку Господь, приняв облик исполинской черепахи, находился под этой горой, которая крутилась, то эта гора крутилась, и ему это было приятным почесом. Эти вот плоды труда, вот это вот все наши свои усилия, стать бессмертными, или они сейчас говорят обессмертить свое имя, они, конечно, впустую, потому что зачем бессмертному трудиться, чтобы стать бессмертным. Но при этом, если в основании, как бы в основании этой горы, если в основании наших усилий Господь, то ему это приятно. Как такое приятное почесание. Мы, конечно, трудимся, чтобы обессмертить себя, но если мы это делаем для него, то ему это приятно. Тут только не нужно впадать в иллюзию и не считать, что все, что я делаю, ему приятно. Хотя, в общем, наверное, тоже ему будет почесание. Мы вчера говорили об этом, что всякое ваше внимание к нему, ему приятно. Исходя из того, что он эгоист, мы можем на своем собственном примере, как эгоисты, сообразить, что же нам приятно. Нам приятно, когда мы в центре внимания. Нам очень приятно. Нам не нравится быть на периферии. Пусть в маленькой деревне, в маленькой общине, но главное. Как Сатана говорил, лучше править в преисподне, чем быть рабом на небесах. Вот это нам приятно. Так же ему. Ему приятно быть в центре внимания. Ему нравится, видимо, когда он говорит минуточку внимания, все бросают свои дела и обращают свое внимание к нему, то есть медитируют, прислушиваются к голосу совести, к нему. Да, по аналогии у него так же, видите ли. Мы его не видим ведь. Он вездесущий, но его не видно. Если хотите, он забился в угол, его не видно. Но он везде. Мы ведь тоже, когда хотим уйти от этого мира, все-таки, чтобы о нас вспоминали. Он ушел из мира, он такой отреченный. Все-таки думаем. Скажите, можно сказать, что медитация, концентрация на голосе, на совести? Да. А совесть это сверхдуша? Смотришься на... Но совесть всегда она как-то работает? Она работает всегда, мы ее не всегда слышим. Как каналы на телевизоре, они всегда работают, но мы можем переключать. Так же и совесть. Ведь больше услышать. Возможность больше услышать от совести? Какие возможности с помощью удовольствия? Ну да. Слышать совесть это само по себе благо. Дело в том, что неверно полагать, что услышав совесть, я приобрету что-то более ценное. Что это некая ступенька для чего-то более высокого. Как говорят, добродетель сама себе награда. То есть быть хорошим человеком это уже награда. Или еще говорят, от добра добра не ищут. Вот точно так же совесть это уже само по себе, само по себе великое дело, великое благо. Если под совестью мы понимаем как голос своего сердца, голос того, кто всегда с нами находится. Как в той притче про царя Пуранжину, который живое существо, которое скиталось вечно, поселяясь в разных городах. Эти города это разные тела. Вот душа, она переселялась из одного тела в другое. Но всегда с ней находился тот самый, та самая совесть Господь, который ждал, когда эта душа скиталится, обратиться к нему. Он никогда ее не покидал. И вот там разные перипетии в этой притче, в Шима-Бхагавдам этой притче описано. Значит, там описан эпизод этого бесконечного скитания этой души, когда душа попала в человеческое тело. Вот там, как она живет, умирает, там, значит, самость в виде прекрасной женщины, у которой от их союза появилось множество детей, желаний. Их защищал пятиглавый змей. Это пять потоков воздуха и так далее. В общем, в конце концов, как всегда, душа эта покидает этот город в тело. И потом рождается в другом теле, и наступает, в конце уже следующей жизни наступает момент отчаяния. Она не знает, что же мне делать. Я предавалась тем или иным кумирам, тем или иным богам, не богам, а тем или иным заступникам своим. Вот в мужском теле одному заступнику, потом она, душа родилась в женском теле, и возлагала все свои надежды на мужа, который стал служить Богу и перестал на нее внимание обращать. Потом он ушел и сгорел в этом таинственном огне, когда йоги сгорают в конце жизни, улетают в небеса. И она осталась одна. Она, значит, собрала дровишки, поместила туда тело своего мужа, вот, и впала в отчаяние. А что же дальше? Я все свои жизни, переходя из одного тела в другое, я предавалась, 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 и все меня подводили, подводили и бросали. Что же мне теперь делать? Вот она оборачивается, эта душа, и возле нее тот ее старинный друг, авигья, то его называют, то есть неведомый, он предстал в виде брахмана. Та самая совесть. Говорит, да я все время с тобой находился, я совесть находился, да, с тобой, но ты меня просто не слышала, душа. Вот, и, ну, вот в этот момент она и предалась своей совести, и так притча закончилась счастливой. Жили они долго и умерли в один день. То есть наша совесть, она всегда с нами. А параматная совесть? Это то же самое. А что тогда Бог, Дух Святой? Что Бог и Святой Дух? Святой Дух. Если Те, Сын и Святой Дух, христианская традиция, если это большомовская традиция, как это бы не хватит? Ну, всегда очень трудно эти параллели находить. Смотря что Вы подразумеваете под Отцом, что Вы подразумеваете под Святым Духом, то есть какие у них функциональные нагрузки, что называется. Вот чем занимается Святой Дух? Святой Дух, он где-то сущ, он играет везде, у него есть эмоции, это личность. Эмоции есть? То есть он смеется? Да. Есть эмоции, эмоции печали и радости, то есть о том, что это личность. Святой Дух, он смеется иногда, да? Нет, можно его оскорбить, можно радость. Ну, есть радость, но это не совсем эмоции. Радость, печаль. Ну, он может, например, заплясать от Востока, Святой Дух. Улыбнуться, расчесать волосы. Ну, поэтому непонятно, да, это такое вот... Возьми то, что не знаю что, да? Непонятно, Святой Дух. То есть это что-то вот как свет, да, видимо, все пронизывает. Ну, да, наверное, это все-таки свет, пожалуйста. Ну? Шакти. Шакти? Может быть, да. Шакти – это принадлежность Божия, да, Святой Дух. Потом, что вот, если говорить о христианстве, что выше – Отец или Святой Дух? И то, что единый – это понятно. А каждый из них живет, но он отдельный? Он отдельный, и каждый самодостаточный. То есть Святой Дух может жить без Отца, а Отец – без Святого Духа. Единый, но самодостаточный, принимает решение. То есть там иерархии нет никакой, что выше – такая демократия. Ну, и через Святого Духа можно так познать Бога тяжело, как невозможно. А через Святого Духа, так как он знает об Отец и о Боге Сыне, мы можем познать Бога. Потому что мы, Святой Дух, знаем Бога, 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 Божия. Но если проводить аналогию с Солнцем и Солнечным светом, то они действительно едины. Можно сказать, что, вот, например, можно сказать, я сижу на солнышке. Это не значит, что вы прямо там на солнечном диске сидите, а это значит, что вы греетесь под лучами света. Но при этом у них есть четкая причинно-следственная связь. Луч света не может существовать без Солнца. А Солнце может существовать без луча света. Само по себе Солнце, диск, оно может существовать без света. Почему? Потому что есть места, где нет солнечного света. Но Солнце при этом есть. Он не может не звучать. Тогда получается, что только Бог Отец может существовать без него. Он просто не проявлен. Ну да, то есть должна быть какая-то, мне кажется, причина-следственная связь. Одно не может существовать без другого. Но вот это другое может существовать. Если это ролик просто одного человека. Ну да, значит, вот это одно чего-то, а есть причина. А все остальное ролик, правильно? Например, роль не может существовать без актера. А актер может существовать без роли. Актер, как человек, может жить своей жизнью, не играя никаких ролей. Но роль без человека не может существовать. Роль есть принадлежность актера. Принадлежность действующего лица, как в фильмах. Действующие лица – исполнители. Исполнитель, он может быть без действующего лица. А действующее лицо не может быть без исполнителя. Также, видимо, и Святой Дух или там Отец. Вот кто из них первичный? Святой Дух исходит от Отца. Или Отец есть форма Святого Духа? А, с помощью, то есть он пользовался через, с помощью, призвав. Ну да, то есть все-таки, значит, Отец, он выше, чем Святой Дух. Нет, Творец. Творец – это творческое начало. Это не есть самое высшее начало Бога. То есть созидательное – это довольно… Созидательное начало или функция Созидателя – это довольно низкая ипостась Бога. Более высокая ипостась Бога – это наблюдатель. То есть как он, например, когда он телевизор смотрит, он чувствует себя в своей тарелке. Когда он идёт на работу, ему уже не так комфортно, правда? Созидание – это вторично по отношению к наблюдению. А игра – она более первичная, более первобытная ипостась Бога. Когда он с одной стороны наблюдает, с другой стороны что-то делает. Но всё это он играючи. При этом ничего не созидает. Просто играет. Вот если вы говорите о христианстве, и Отец – это некое творческое начало, то, наверное, тогда это, сравнить с баишнавизмом, это Брахма. Творец Брахма. Полубог Брахма. То есть то, что в христианстве – это Бог-творец, Бог-создатель, в баишнавизме – это полубог Брахма. А у Брахма принадлежность или супруга, или шакти, такая Сарасфатия – это богиня мудрости, София, богиня знания. И, наверное, дух – это и есть истечение Брахмы, то есть это знание. Если вы говорите, что через Святой Дух мы можем познать Отца, это, значит, та самая богиня Сарасфатия. Ну, Бог, Он разные качества принимает, как врач, как спасатель, спаситель, как Творец. Но всё это подчинённая ниша Его и поставься. Бог-любовь. Ну, а что это такое? Как оно проявляется? Мне это… Если творится, это Творец. Как оно проявляется? Я не могу говорить про любовь, ничего сказать. Случай, волос, волос сердца. Это получается волос, волос сердца. Это то, что нам дают. Можно я так представлю, как параллельно привести, как бы то, что нам дорого, это является нашим, как бы, хомпием. Да? И получается, то, что нам нравится, это волос, или как? Да, мы часто думаем, что то, что нам нравится, это голос сердца. Они говорят, вот мы слушаем, мы слушаем своё сердце, и поэтому так поступаем. Но это может быть и так. Ну, мы вчера говорили о том, что голос сердца, или совесть, очень похож на голос чувств. Очень похож на голос чувств. И, как правило, в состоянии заблуждения мы под голосом сердца, под голосом совести принимаем голос своих чувств. Ну, например, сегодня хочу съесть булочку, а завтра хочу съесть пряник. Хочется, хотя мне говорят, это вредно для зубов, да, или вредно, потому что ожиреешь, нельзя есть на ночь. А мне хочется, потому что иначе не могу, это голос моего сердца. Но в данном случае это голос чувств как раз, голос похоти. Вот, поэтому вот между вот этими двумя пропастями, двумя обрывами совести и чувства находится спасительный островок, называется разум. С помощью разума мы можем отделить, или с помощью разума мы можем не позволить, чтобы чувства нами забладели, чтобы за чувствами мы принимали голос совести. И наоборот, это вот когда человек, человека раньше учили на самолете летать, то вот во всех этих вот переворотах, пертурбациях в кабине самолета он мог потерять ориентиры. Он мог реально думать, что сейчас он летит головой вверх, а на самом деле летит головой вниз. Я просто читал, как учили водить самолета раньше, вот поэтому начинающему летчику ему закрывали верхушку, кабину закрывали, чтобы он не чувствами ориентировался, где вверх, где вниз. Иначе если он перепутает и будет взлетать, ему будет казаться, что он набирает высоту, на самом деле он летит к земле и разобьется. И ему оставляли видимость только приборов, то есть только приборную панель, чтобы он мог ориентироваться только по приборной доске. Если чувства ему подсказывают, что он летит головой вверх, а на самом деле он летит головой вниз, то он не полагался на свое чувство, а только смотрел на, как это называется, на гироскоп, на альтометр. Даже если мне кажется, что я лечу головой вверх, на самом деле я головой вниз. И чтобы не разбиться, мне нужно подчинить себе чувства и перевернуться. Хотя мне будет казаться, что я головой вниз положу, а на самом деле головой вверх. И вот когда он научится ориентироваться только по приборам и не будет полагаться на свои чувства, вот тогда ему можно открыть эти чувства, и он будет слушать свои чувства. Но это уже будет голос совести. Так же и мы. Мы прибегаем к помощи учителя или к помощи разума для того, чтобы иногда нам кажется, что нужно поступать так-то и так-то и так-то, и нам кажется, что это голос совести. А на самом деле мы просто идем на поводу своих чувств. Разум, он как бы высшая инстанция в материальном мире. Покуда мы живем в материальном мире, то мы должны пользоваться разумом, интеллектом. А при этом понимая, что есть реальность, которая находится за гранью разума. Но отношение с той реальностью у нас может быть только отношение доверия или веры. Там уже разум не работает, потому что там разуму не на чем основываться, там нет законов. А в материальном мире разум – это самое главное. Разум не подведет. Если мы должны выбирать между чувствами и разумом, то нужно выбирать разум. Но если между разумом и совестью, то мы должны выбирать совесть. Но проблема в том, что совесть очень похожа на чувства. Покуда мы с вами в мире наваждений, то чувства очень похожи на совесть. Нам кажется, что мы поступаем по совести, а на самом деле мы просто идем на поводу и чувствуем. Как вы сами отвечаете в совесть? Я не научился еще. Я теоретически могу только поговорить. Я стараюсь поступать, основываясь на разуме. Потому что чувства от совести отличить мне не удается, поэтому для меня спасительные канаты – это разум. Ну или, скажем, указание учителя. Он говорит, вот это для тебя, это твое задание, это твое. Я знаю, для меня это ориентирует. Вот чувство совести в обыденном мире все-таки иногда очень часто мы путаем, наверное, на совесть в том, что как относится к этому внешний мир, да? Да, я говорю, что мы путаем постоянно совесть и чувства. То есть мы боимся, что это мир скажет, что мы поступаем по совести? Да. Например, нам говорят, нужно защищать свою страну. И даже придают этому некий религиозный оттенок. Хотя даже в христианстве Бог всегда говорил, что нет у вас здесь Родины, нет у вас страны. Но мы думаем, что мы поступаем по совести, защищая свою страну. Но на самом деле это лишь чувства. Потому что чувства нам всегда говорят, надо защищать свое. Своё. Поскольку под своим мы понимаем семью, страну, стереотипы, всякие вероубеждения. Это наше, это своё. То мы думаем, что мы поступаем по совести, а на самом деле защищаем свой багаж. Да. Причём осудят те, от кого мы зависим. Представьте себе, если вы стали презираемы всеми в этом городе, вам даже и податься некуда. Все вас презирают. Поэтому нужно поступать так, как они вам скажут. Чтобы они вас не презирали. Потому что да, вы сможете и в магазин ходить, и на веселительные мероприятия. И никто на вас не будет пальцем показывать, что вот она, вероступница. И кажется, что я таким образом поступаю по совести. Например, ходить в храм или ходить в церковь, креститься или хламиться головой перед алтарём. Если я буду это делать, то мои единоверцы не будут на меня пальцем показывать. Я поступаю по совести. На самом деле мы часто это делаем для того, чтобы на нас пальцем не показывать. Чтобы стяжать какое-то уважение. Это очень тонкая грань. Поэтому лучше подчиняться разуму, не совести так называемой, не голосу сердца так называемой. Потому что из тысяч и тысяч вот этих каналов на этом светном мониторе только один голос совести. И пока мы будем перещёлкивать, нам вдруг показался какой-то приятный канал, да? Мы думаем, вот она совесть. Это очень редко бывает. Поэтому лучше основываться на разуме. Можете привести пример, когда человек поступает на совести? Иначе не останется? Могу, конечно. Но извините, если это будет из священных писаний. Например, Авраам, где-то убийца. Ему совесть, Бог сказал, ночью прозбудил и говорит, убей своего сына. Он взял меч, пошёл своему восьмилетнему сыну голову рубить. Вот это он по совести поступил. Почему не почувствовал? Просто не полагался, что Бог приём? Ну, вы сказали, приведите пример. Вот вам пример. Почему же бывает, что он просто при почувствовании не касается? Не полагайте. Вы же у меня пример спросили. Вот я считаю, что он поступил по совести. Ну, почему не почувствовал, не говорится. Он просто боялся, что Бог приобретет. Так мог, мог, мог. Ну, да, Бог, конечно. Там почувствовал, он бы сказал, так, вот это мой наследник, надо ему наоборот жизнь сохранить. Он бы его в тёплое одеяло закутал. А здесь он своего единственного сына, единственного наследника. Ну, после этого ему Бог бы дал большинство денег. Может быть. Но он так не рассчитывал. Ну, сказали. Вот такой же вопрос. Почему так выискали или нет? Ну, ладно, или что, потому что делать это добро уже наоборот. Потому что нельзя добро, а делать это только для того добро, для того, чтобы Бог был налегчат в себе этого. Вынужден согласиться. То есть, как бы ответить, то тоже нет. Что-то так, что по совести вообще не поступать не было. Всё поступает лучше. Если бы по совести никто не поступал, значит, её бы и не было. Значит, понятие просто размытое. Ну да, размытое, да. Но это не значит, что его нет. Например, понятие доброта тоже размытое. Но значит нет, что её нет, доброты. Значит, как бы это было? Ну, другое. Я говорю о том, что не всякое размытое понятие не существует. Как раз наоборот. Вот, в моём понимании. Чем более размытое понятие, то есть, размытое, значит, чем больше у него способности затекать во всякие ниши, углы. То есть, оно размытое, оно занимает больше пространства. Его нельзя разрезать, сломать. А чем понятнее, тем более размытое, абстрактное, тем оно более реальное. А понятия, которые жёсткие, которые можно измерить, понюхать, потрогать, они наоборот иллюзорные. Например, понятие здания. Вот оно, правда оно реальное, оно не абстрактное. Но пройдёт пару десятков, сотен, может быть, лет, здесь будут одни руины. В этом прекрасном здании будут одни руины. А любовь останется, совесть останется. Хотя, как вы говорите, это понятие размытое. С ними ничего не будет. Это как какая-то твёрдая вещь, и газообразная. Газообразная навсегда. Что? Исходя из этого, человек не может поступать по совести. Вот он и постарает. Исходя из этого, человеку практически невозможно поступать по совести. Но это не значит, что это невозможно вообще. Понимаете, это как, если кругом фальшивые деньги, это не значит, что среди этого вороха фальшивых бумажек нету одной настоящей купюры. Потому что если бы её не было, тогда бы фальшивые деньги были бы настоящими. Если нет настоящей купюры, то фальшивки настоящие. Поэтому, если среди вороха вот этих вот иллюзорных предметов, как мы говорим, чувственных понятий, нету понятия совести, тогда вот эти самые чувственные понятия и есть та самая совесть. Если нет оригинала, значит фальшивка есть оригинал. Вот есть заповеди. Это не значит, что это как бы подсказка, как совесть должна выражать? Ну, заповеди это скорее как нам надо поступать. Бог дал для чего? Что если человеку не может различить, где совесть, где чувство? Что это как бы подсказка, что по совести вообще-то надо именно так. Всех садя есть? Ну, десять заповедей. Ну, в каждой религии свои заповеди. Ну, да. Если мы не знаем, как поступать, то Господь нам дает колею, в которую мы можем продвигать. Вот для этого дают заповеди. Извините, вы говорите, что совесть – это чаще всего набор социальных рефлексов? Я так не говорил. Я как раз имею в виду прямо противоположное. Совесть – это антинабор социальных. Или, точнее, набор антисоциальных рефлексов. Потому что общество, как персонификация внешнего мира, как персонификация дьявола, общество, оно, наоборот, тянет тебя от совести. Вот обязанность личности, что это и есть совесть. Что? Для человека, как это. Это тоже рефлексов, подъявляя в виде какой-то этой единицы. То, что общество является для человека внешностью, то есть, и также, как и все реальность для этого, как для этого человека, тоже внешняя. Не внешняя, а потусторонняя, точнее. Если общество – это внешняя сила, то божественная реальность, она, скорее, потусторонняя, но не внешняя. Потому что внешняя уже занята. Но мы все-таки полагаем, что совесть, она не является чужной силой, а она является внутренней и благодатной силой. Все-таки, что она на его стороне. Более того, без совести невозможно существовать. Ну, скажем так, если сравнивать с солнечным зайчиком, то солнечный луч является основой солнечного зайчика. А вся темнота вокруг этого солнечного зайчика – это вот то, что мы называем обществом или внешним миром. А солнечный луч – это та самая совесть. Вот если солнечного луча нет, то и зайчик солнечный умрет. То есть она, как бы, когда мы говорим потусторонняя сила, а совесть и мы с вами – вещи разные, действительно. Зайчик солнечный, то, что мы с вами видим, пучок света, и луч мы с вами не видим. Но без этого невидимого луча солнечный зайчик не может существовать. И вот этот вот луч солнца связывает солнечный зайчик с самим солнцем. То есть совесть – это та ниточка, которая связывает нас с Богом. И она может быть и потусторонняя сила, но не чуждая сила. Настолько не чуждая, что без неё мы существовать не можем. А вот без окружающей тьмы мы можем существовать. Из этого можно сделать вывод, но очень смелый вывод, что если мы идём наперекор обществу, то мы поступаем по совести. Но это не всегда так. Потому что если все будут поступать против общества, тогда они все будут поступать как общество. То есть если мы разумного пути этого не находим, то, скорее всего, это совесть. Я не могу ничего сказать. Видимо, это такая... Это луги еще очень редкая. И если она вдруг слышится, то надо за неё хвататься. Как откровение. Откровение, оно же... Дороги не валяются, но его нельзя включить и выключить, как телевизор. Раз. И оно всегда неприлично. Да, ну, оно всегда, как говорится, что Бог для тебя приготовил то, что ты сам не ожидаешь. Он не поймёшь, как оно проявится, как эта совесть не услышана. И если возвращаться к началу нашей беседы, то путь погружения в себя – это постоянно находиться в связи со своей совестью. Но мы опять пользуемся такими абстрактными, отвеченными понятиями, о чём говорить, если не о чём говорить. А что такое раскаяние? Это когда тебе стыдно за бесцельно прожитые годы? Теперь раскаяние... И что являются движущей силой этого раскаяния? Если ты думаешь, надо было мне пойти направо, потому что я пошёл налево и потерял деньги, а если бы пошёл направо, я бы их нашёл. Это чувство очень похоже на раскаяние. Но оно так же похоже, как фальшивая монета, на настоящую монету. Если движущей силой раскаяния является то, что я причинил кому-то боль, а мог не причинить, не потому что, если бы я ему не причинил боль, я стал бы более уважаемый, более богатый, более узнаваемый, а просто, вот, я причинил ему боль, и мне от этого невносимо тяжко. Вот это раскаяние. Если мы говорим о раскаянии, ну, в среде среди ближних. Если говорить о раскаянии по отношению ко Всевышнему, то, опять, я мог его услышать, и я ведь слышал его тогда, но я не поступил, как он мне велел. И мне от этого невносимо тяжко. И я молю о том, что, если я вновь услышу это, его голос, я поступлю так, как он мне велит. Вот это подлинное раскаяние. А если раскаяние нужно было ставить на эту лошадь, а я поставил на ту лошадь, в результате всё проиграл, тогда это не раскаяние. Несмотря на то, что является основанием раскаяния. Что является раскаянием, если то, что я мог к тебе обратиться, как Всевышний, но не сделал этого, хотя ясно слышал твой голос и снова погрузился в суету жизни. Тогда это раскаяние. Не бросить учиться, да, и получить высшее образование. Ну да, она предлагала всю себя. Ну, Майя Дэви имеется в виду. Мог же воспользоваться, но упустил с кучей, и Майя Дэви пошла к другому. А я столько лет потратил в септе. Вот это тоже такое раскаяние. Потому что ты ничего не можешь изменить. Ты раскаиваешься, но ты не можешь ничего изменить, потому что всё, оно проехало. И это отчаянно. У тебя нету способов изменить что-либо. После этого наступает молитва. Что если я ещё раз столкнусь с этим, я обязательно предамся. И опять, в Шимад Бхагаве, там есть молитва живого существа до рождения. Он испытывает, живое существо испытывает тяжкие муки и вспоминает, как они говорят, христиане, страшный суд прошлый. После каждой жизни у нас так называемый страшный суд. Вот. И живое существо говорит, как только я увижу свет белый, я обязательно тебе предамся. Я буду жить только ради тебя. Ведь ты всегда со мной присутствует. Вот до рождения вот это дитя молится своему заступнику Всевышнему. Но когда оно снова видит белый свет, вот эти вот блёстки, лампочки, вот как, знаете, на салюте. Мы все радуемся. Хотя нам просто зажигаются лампочки, а нам весело. Ничего, просто свет собирается. Но когда этих лампочек много, нам почему-то весело становится. Вот, представьте себе, вы 9 месяцев сидите в темнице, вокруг вас плавают испражнения, всякие там гадости, да. Заливают спиртным, маком, закуривают. И вы думаете, когда же я, наконец, выйду на свет, я точно буду жить по совести. Вот то, что я сейчас, то, о чём я сейчас молюсь, я никогда не забуду. Вот эта вот душа, она молится Богу. Потом, когда снова вот этот салют вспыхивает, да, а-а-а-а, и всё забывает. Вот, но в тот миг это настоящее отчаяние, настоящее молитва. Потому что ничто не отвлекает. Чувства, они свёрнуты, ничто не отвлекает. Ты наедине с самим собой и со своей совестью. Вот попробуйте запереться 9 месяцев, в темноте посидеть. Подключите к себе трубку и другую, как это. И 9 месяцев в полной тяноте. Вот это будет молитва и отчаяние. Но потом, когда вы увидите, снова супермаркет, тележки, новидные продукты. Но это опять абстрактно, потому что это в святой книжке написано. Любой, если ты перевел туда, он, получается, должен дать дорогу какие-то законы, да? То есть, если он туда выйдет, он лучше по совести. Вы не нарушаете законы. То есть, если это, получается, то, что диктует законы, это общество? Да, это. Сэр? То, что в миру, вы имеете в виду? Если человек посадили в миру, опять-таки, иногда это совпадает, иногда не совпадает. Иногда закон говорит, не убей закон в обществе, да? Нельзя же убивать. При этом милиционеры убивают. Там наезжают на кого-то. Я на миде. И за это им медаль дают, наоборот. Оказывается, не просто нельзя не убить, а в определенных случаях можно, а в определенных случаях нельзя. Не только милиционеры наехали? Да, так вот, если вы не милиционер наехали, то вас в тюрьму. Если вы милиционер наехали на пешеход, то вам не дают дают. Да, ну, конечно, там много всяких вводных, но в целом-то... Вот, то есть, в целом нельзя убивать в целом, да? Но если, например, государю грозит опасность, в его спальню забежал человек, угрожает ему топором, вы ворвались и застренили этого человека, без следствия, то, оказывается, можно убивать. То есть, это так же, как сказать, убить человека, тебе нужно убить, убить миллион, без следового, завоевать. Да. Законы общества, они не всегда совпадают с законами совести или с селением совести. Бывают они вместе, а бывают они отдельно. И вот, когда они вместе, законы общества и законы совести, или законы Божьи, то можно расслабиться и плыть по течению. Но обязательно это течение повернёт вправо или влево, и здесь уже нужно сделать выбор. И вот как отличить... И суть вот этого найти невозможно. Трудно. Трудно, да. То есть, это уже можно найти по факту, как расслабить. Да, и когда вы это обнаружите, то наступает раскаяние и молитва. И вы обещаете Богу, что в следующий раз я обязательно поступлю по совести. А в следующий раз вы снова в следующий раз, потом ещё раз, когда, наконец, этот мир не наступит. Потом снова будет сбой. Через миллионы, миллионы, миллионы рождений снова вы поступите по совести. И потом вот этот отрезок между поступлением по совести, он будет постепенно сокращаться. Постепенно, миллиарды, миллиарды жизней. Пока, наконец, между поступками по совести не останется никакого зазора, вы будете целиком жить по совести. И это и есть цель бхакти, жить по совести, по любви. Но в этом мире это невозможно. Поэтому, видимо, вас перенесут в какой-то иной мир, который называется запредельным, трансцендентным. Вот там все живут по совести. И надо всегда поступать, но это не всегда получается. Это вот, как получается, что очень часто законы совести, основанные для большинства людей, для каких-то религиозных. Религиозные законы, это чаще всего замаскированные законы общества, которые маскируются под религиозными. То есть, получается, как вы не наступали, для большинства людей, которые никого не хватали, им кажется, что следует именно религиозным правилам принятым. Но это лучше. Лучше следовать религиозным правилам, чем своим прихотям. Потому что гораздо больше вероятность, поступая по своим прихотям, идти против своей совести, чем следуя законам религиозным. Следовать своей совести. То есть, в религиозных законах совести больше, чем в прихотях своей. Ну, хорошо. Законы совести, они, в принципе, как выступить, в каком-то конкретном случае, они должны быть, по-измене, базовыми для всех людей. Но, тем не менее, в религиозных законах, в одном и том и том и том случае, в разных религиях, где будет поступать, в чем-то метра, в основном случае с этой радостью. И что? Ну, выберите свою религию и поступайте по законам твоей религии. Мне кажется, что во всех религиях есть одна фундаментальная истина, или один закон. Это не причинять страдания другим. Как этот закон воплощается, или как он формулируется, это уже другой вопрос. Но не делай другим того, чего не хочешь, чтобы тебе сделали, это во всех религиях присутствует. Так чаще всего и бывает. Так как бы, у Бога поступает по совести, его по-разному. Да. Так чаще всего и бывает. Совесть это сугубо индивидуально, так? Для каждого человека. Совесть. Совесть, да. Но источник совести один и тот же. Солнце, оно для всех. Для каждого солнечного зайчика источник один и тот же. Даже человек и переломляется два раза. Угу. Поэтому и рекомендуется поступать по законам религиозным или по законам общества, потому что они более-менее объективны. Вот поначалу. Самые свои. А конфликты не будут возникать между ними? Ну, пусть возникают. То есть, это все равно? Ну, да. Ну, вот этот христианатийный пример, когда Арджуне нужно было сделать выбор между поступать по совести или как требует общество. Вот это вот битва на круг шентр. Это, собственно, битва между совестью и законами общества. Потому что, с одной стороны, он хотел показать свою жалость, и кажется, что это совесть. Я не хочу убивать своих одноплеменников. При этом закон общества требует от меня уничтожить их, потому что они враги, потому что они поступают несправедливо. Я царь, а это узурпаторы, незаконные узурпаторы. Я должен их разбить. Казалось бы, здесь совесть на стороне Арджуны. Казалось бы. Один голос ему говорил, надо их пожалеть, потому что нехорошо убивать. А с другой стороны, другой голос ему говорил, нет, надо их убить, потому что они неправильно поступают по закону общества. И вот как в диалоге с Кришной выясняется, что вот этот голос, который требовал их пожалеть, оказывается, был голосом плоти, дьявольским голосом. А голос, который требовал уничтожить врага, причем не просто врага, а своих собственных родственников, это был голос совести. Вот в этом случае, видите, как обернулось. А во множество других случаев, когда командир требует от тебя убить врага, а ты видишь в нем человека, и ты считаешь, что я не могу его убить, не могу лишать его жизни. Вот в этом случае, в этих случаях это голос совести. А голос командира, убей врага, потому что он топчет твою родину, это голос дьявола. Для него это голос совести? Да, ну я так полагаю, что в большинстве случаев голос сатаны – это убей врага. А в случае Арджуны голос сатаны был пожалей врага. Это всегда индивидуально. Потому что в диалоге с Кришной выясняется, что вот это желание пожалеть родственников, пожалеть врага своего, оно продиктовано не жалостью к ним, а тем, что если я их убью и захвачу все царство, то мне не перед кем будет похваляться своими завоеваниями. Ведь Кришна в диалоге вытянул Арджуну на чистую воду. Хорошо, если главным пределом совести является непричинение вреда, то в таком случае требование прежде, как раз и находятся противоречия с этим требованиям. В таком случае это главный предел? Я не говорил, что это диктат совести, непричиняя вреда другим. Это в писаниях, во всех религиях есть вот это общее правило. Там могут быть разные вариации в других заповедях, но вот эта заповедь, не причиняя боль другим, она свойственна всем религиям. Я не говорил, что это голос совести. Я говорил, что это во всех религиях, которые, собственно, даны человечеству Богом в разных его ипостасиях. Есть такие религии? Человек умирает на заднем сидении, а у тебя их нет, а ты едешь на частной машине. Или ты увидел преступление, и ты должен нарушить и догнать преступника. Вот я о том и говорю, что в писании, в данном случае закон «Не причиняй боли другим», они говорят, они единогласны в основном. И соблюдая этот закон, мы подчиняемся воле Бога, другим словом, воле совести. Но иногда требуется пойти против закона, который он и дал. А если мы в эти моменты, когда нужно нарушить закон Божий, мы продолжаем соблюдать формально этот закон, соблюдать букву этого закона, то это называется фарисейство. Для нас буквы важнее, чем дух. Это и есть суть фарисейства, что как бы там ни было, я должен поступать вот так, как написано, а не по духу. Но это всегда индивидуально, но мы говорим, что надо принять духовного учителя, который будет помогать разобраться. Или, если соблюдать писание, заповеди своей религии, то уж на 99% это точно будет правильно. Что правда делать с этим одним процентом? Скажите, а когда Вы поступали по совести, Вы чувствовали вот это состояние? Оно похоже или нет? Я никогда не поступал. А если не поступал, то не помню. То есть сразу как Вы потом уже делаете? Да, это очень жестко. Вот так надо делать. Ну вот то, что Вы не послышали, что это взрослый сейчас тоже будет, а почему? Похоть. Выгода. Выгода, желание обратить на себя внимание. Скажите, познать себя и познать себя, и не ехать и вернуться к этим питанием. Не означает ли это, что чем лучше мы будем себя и вернуться к тем? Не мир познаешь. Не мир познаешь, а познаешь природу этого мира. Это не значит, что ты познал себя, и ты теперь знаешь расписание поездов от Запорожья. Потому что ты весь мир познал, ты знаешь температуру Черного моря, нет. Познав себя, ты поймешь, что ты наблюдатель по отношению к этому миру. И в этом мире нет ничего стоящего, ради чего можно было бы биться. Этот мир – это сплошной прошлогодний снег. Это значит, что ты познал мир, ты понял, что здесь нет ничего, за что можно держаться. Мир – это огромная льдина, которая тает, которая дрейфует в сторону экватора и растает когда-нибудь. Скажите, а все ли души должны пойти в школу Майи? Майи? Да. Но все присутствующие здесь, потому что мы уже в Майи. А есть такие, которые не захотели что-то? Ну как не захотели, им повезло. Но ведь не проявили такого желания. Ведь мы от них чем отличаемся? Что мы сами хотим быть творцами своего счастья. А они говорят, а пусть счастье нас само смоделируют. Ну хорошо. А у самопущей личности вообще, в принципе, могут быть желания? Конечно. Ну он же такой же, как и мы, собственно. Он желает, он меняет свое мнение часто. Ну если это желание, сразу он может осуществить. Зачем? Ну да, вот он их, например, желает осуществить не сразу. Это он постоянно получит? Абсолютно, да. Поэтому на него... Что такое постоянство? Постоянство – это либо труп в гробу, либо это кто-то, кто подчиняется каким-то законам. А он-то не подчиняется законам. Поэтому он не постоянен. С ним отношения очень сложные, я так полагаю. Потому что он дал слово, взял слово. Обещал одно, сделал другое. Что вы подразумевали? Некоторым душам повезло не воплощаться. Ну... Если нас по образу подобно, то есть мы и творцами должны им учиться. То есть это как бы даже главное для вас. То есть, в принципе, для всех душ предназначено или было бы хорошо участвовать в Майе и быть творцами. То есть опыт предназначено. То есть опыт предназначено. Приобрести опыт для чего? Для каких-то будущих жизней, таких целей. А что там делать в этих будущих жизнях? Я не знаю. Ну, мы можем предполагать. Значит, мы созданы по образу и подобию. Если принять вашу точку зрения, независимо от того, что кто-то это сказал, допустим, мы обязаны принять эту точку зрения, что мы созданы по образу и подобию, и это правда. Нет, рассмотреть. Да. Допустим, тот, кто там что-то сказал про образ и подобие, он не ошибался. Так вот, это наше окончательное предназначение — быть по образу и подобию. Или сделать по образу и подобию для того, чтобы достичь какой-то другой цели. Это ступенька, от которой мы оттолкнемся, чтобы стать не по образу и подобию его. Или всегда остаться по образу и подобию. Развитие подразумевает от низшего к больше. В принципе, вы бы могли создать нас настолько, что нам бы этот опыт был бы не нужен. Совершенным, то есть, как он и сам. Да. То есть, стать демократией. Ну, как практически. Равным среди равных. Была задумка Божья такая, чтобы в нас уместить самое, так сказать, низ, и чтобы постепенно мы, так сказать, своими усилиями поднимались наверх. Наверх куда? Наверх куда? Наверх куда? В духовном среде. А что это такое? Наработание всяких качеств. А, ну тогда понятно. Ну, тогда, значит, переводя на человеческий язык, он нас создал такими, чтобы мы наработали всяческие качества. У меня даже нет возражений. Ну, все понятно. Если человек по какому-то образу действительно сделает подобие, то что это за образец такой? Потому что с него такая плохая комплектация. Ну, не уме-ка. Значит, мы созданы по его образу и подобию, а какой у него образ и подобие? Понимаете, вот в этой фразе «мы созданы по образу и подобию Бога», из этой фразы «не следует, что Бог-творец», то есть мы, что творчество – это его главные качества, или это его главный образ творца. Мы созданы по его образу и подобию, а может быть, он наоборот – лентяй. Ну, допустим, да, вот мы созданы по образу и подобию Бога. А если он лентяй и лежит на огромной мягкой змее с полузакрытыми глазами и снит? То есть из этой фразы «мы созданы по образу и подобию» не означает, что мы созданы творцами. А что же именно вы тогда созданы? Ну, вот у меня вопрос. Что вы подразумеваете под Богом? И тогда мы можем сказать, по какому образу и подобию мы созданы. Вот в нашем богословии, в нашей традиции богословской, Господь, Его главное качество – то, что Он играет. Он не связан никакими правилами, никакими обязательствами. Все, чем Он занимается – это свободное времяпрепровождение, причем очень аморальное времяпрепровождение в основном. То есть всякий раз, когда Он не спит, Он занимается аморальным делом. Делает это играючи, потому что Его за это никто не осудит и не накажет. И вот душа, созданная по Его образу и подобию, она тоже, если вы замечали, ищет вот этой самой свободы поступать как хочется, но при этом не отвечает за свои поступки. Вот по этому образу и подобию мы действительно созданы. Мы созданы или призваны быть играющими. Не работающими, а играющими. Зачем тогда напрягаться и над собой работать? Давайте спать. Мы не созданы спящими и едящими, а мы созданы играющими. А сон и еда может быть частью этой игры. И не обременили иначе. Пожалуйста, ни то вам не мешает. Вот опять... Чтобы другие видели, какой я Бог. Как я играю. Чтобы другие видели мои симпатичные лица. Не хочется же просто играть, а хочется, чтобы и другие вокруг меня в хороводе гуляли. Не обязательно. Можно было бы выйти медитировать на площади центрального города. Но хочется же где-то в уединенном месте, например, над собой поработать. Ну, потом написать книгу, чтобы они на площади прочитали, как в уединенном месте медитировали. Ну, не всем, конечно, а близкому, скажите, как я медитирую. Поделиться реализацией. То есть мы... Душа, она ищет вот этого самого пьяного состояния, вечно молодого, пьяного состояния, бесшабашности. Вот по этому образу и подобие мы созданы. Потому что больше нам ничего не хочется делать. Вечное детство. Ну, а почему мы все высказывания должны рассматривать? Мало ли кто что высказывает? Например, есть высказывание «Не знаю броду, не лезь в воду». Ну, почему мы должны сейчас разбирать все эти высказывания? Или мало ли какие-то любопытные варвари на базаре нас второго? Вот существует высказывание. Вот как вы с точки зрения ваишнализма объясните, почему любопытные варвари на базаре носа там? Мы с вами вначале сказали, что у всякой вещи, у всякого существа есть две природы – внешняя и внутренняя. Внешняя природа – это обманчивая природа. Внутренняя природа – это подлинная природа. Вот у Бога точно так же. У него есть внешняя природа, она называется Махамайо по-кришновидски. Это его внешняя природа. Но у него есть внутренняя природа, настоящая – йога моя. Вот та самая подлинная его суть. Так вот, когда Бог виден, когда Он на виду, то есть Его внешние проявления – это обманчивое проявление. Вот, например, мы говорим, Он творец. Вот Его творчество – это все обман, это все иллюзия. А Его внутренняя природа – это просто играть. Так вот, творение мы можем видеть. Как ни странно, обман – мы видим Его. Он создал вот это здание. Ну, не вон, а руками кого-то. Мы это видим. А вот Его игру мы не видим, потому что на то она и внутренняя природа. Вот если, возвращаясь к вашему вопросу, истина имеет половину обмана, то вот Его половина внешней – это обман. Да, мы Его видим. А Его суть мы не видим, Его игру. Но тянемся к ней. Мы хотим играть, быть по образу и подобию Бога. Просто когда мы хотим главную скрипку играть, то есть главную флейту, то мы попадаем в иллюзию. И это очень тяжко. Когда мы хотим играть главную роль в этой бесшабашной игре, то это называется работа. Потому что вот эта флейта, она… Мы же пытаемся, чтобы вокруг нас ходил их хоровод. А флейта, она фальшивит, сбивается, неудачно получается. Вот. А если мы сами в Его хороводе будем, то он-то мастер своего делал, он знает, как играть. Мы будем и в игре, но при этом ни за что не отвечать. Полностью мы предадимся, ну, кришне имеется это, и не будем ни за что отвечать. Полная бесшабашность. Вечные детства и пьяности. Вот там шмели, которые вокруг него летают, они постоянно пьяные. Потому что там, видимо, такой аромат, что переклинивает. И вот этого тоже хочется, чтобы постоянно пьяной быть, но без хэнговор, без похмелья. У меня голова не болела. Но при этом постоянная пьяность. Ну, вот принцип невзойственности. Принципа два. Можно ли считать, что сюда вращается истина и как ее противоположность иллюзии? Можно ли считать это как единство, да? Иллюзия – это то, что скрывает от нас истину. Если истина способна прятаться, значит, иллюзия должна где-то существовать. То есть, получается, иллюзия является источником иллюзии? Ну, естественно. Он же говорит, что майя – моя энергия, которую почти невозможно преодолеть. Он же говорит, что это моя энергия. То есть, ложь – это его принадлежность. Или майя по санскрите, на санскритском языке. Майя означает принадлежность. Ложь – это его принадлежность. Она появляется на сцене, когда он не хочет, чтобы его видели. Когда он уходит в ванную комнату, мы видим дверь. Вот это и есть майя. Но мы, если мы пользуемся разумом, можем понять, если есть дверь, то за ней что-то есть. Не может быть просто дверь. Если есть стена, то за ней что-то есть, она от чего-то отделяет. То есть, даже наблюдая вот этот обман, мы должны понять, что есть где-то истина, и к ней стремиться. – У него ведь бывают сложные… – Сложные дни? – Игры. – А, игры. – Ему приятно, а если мы поймем? Дело в том, что он не устраивает их себе. Он… говорят, что он такой очаровательный, такой пленительный, что за него все делают другая. Там кто-то за него делает, а ему только играть надо. Он говорит, вы не только скажите, когда и где быть. Сами там все устроите, сами расставьте шахматы. Просто скажите, когда и во сколько. И даже, видимо, последнее время и этого не говорит. А вот там, где он, там и… Что ему даже и ходить не нужно было. – Саму игру он создаёт? Или мы тоже принимаем это? – Он создаёт тем, что вот он такой, и в отношении с ним нельзя не играть. Он сам… с самим своим присутствием. Вот когда она ему говорит, или он ей говорит, я тебя люблю, потому что это ты. Не потому что у тебя что-то, потому что это ты. Вот ты такой. Вот он ничего не устраивает, а просто вот он есть, поэтому всем хорошо. Он не прикладывает усилий. – Короче, а истинное ли утверждение, что из-за иллюзии этот мир, он абсолютно справедлив ко всем? – Да. – Абсолютно? – Абсолютно. – То есть, что бы ни происходило, это обосновано? – Всё, что происходит, так называемое, плохое или хорошее – это всё по заслугам. На то этот мир, на то он и называется тюрьмой. В тюрьме всё разрегламентировано. Если ты слушаешься начальства, то тебя переводят в более удобные условия. Если не слушаешься, то наказывают. Здесь всё справедливо. Поэтому и вальшнавы хотят уйти из этого мира, пытаются уйти из этого мира. Потому что они не хотят справедливости. Зачем справедливость, когда это скучно? – Работает принцип культа правил. – Ну да. – Сначала. – Справедливость – это же скучно, правда, это закон. Вот если вы были когда-нибудь в судах, там, где, естественно, всё справедливо, там так скучно, да? – Где такие судыные? – Скучные? – Скучные? – Нет, справедливые. – Ну, опять-таки, вы понимаете, опять-таки, фальшивкое и настоящее что-то. Вот в оригинале здесь всё справедливо. А то, что где-то там несправедливо – это просто отражение общей справедливости. – То есть есть вот закон, а он один для всех, да? Как ты поступаешь, так и где надо. – А милосердия? – А милосердия здесь нету. Оно не от мира село. То есть, если оно и проблёскивает где-то, то нужно понимать, что оно не от мира село. Это как амнистия в тюрьме. Раз, и оно есть амнистия. Амнистия, она же не подчиняется закону. Просто у того, кто амнистирует, хорошее настроение. Утром проснулся – хорошо вы амнистирует. Я амнистировал. – Ты думаешь о том, что творится он может под разных экостансий, и одна из экостансий может быть гипотезёром. – Нет, нет. – И когда утром это на сердце – это состояние гипноза у нас вводит, что даёт ему вот такую вот область. Или же наоборот мы в реальности существуем? – Ну, во-первых, неправильно, что творец может в разных экостасиях. Потому что творец – это одна из экостасий. Есть оригиналы, а есть разные экостаси. Вот одна экостасия – это творец, потом судья, потом разрушитель, гипнотизёр, спаситель и так далее. Вот. А гипнотизёр – это когда он навязывает нам свою картинку, видите, да? – Это вот милосердие, которое он проявляет, это вот состояние реальности, или наоборот состояние гипноза, а справедливости? – Что такое реальность? Вот мне кажется, милосердие – это чудо, а чудес не бывает. Вот. Я вот лично в чудеса не верю. Если происходит какой-то акт милосердия, то это чудо. Но поскольку чудес нет, то приходится милиться со справедливостью. – Или стремиться к миру, тебе милосердие не нужно. – Или стремиться, да. Но стремиться можно только, как говорят, если легко – делай, если трудно – говори, а если невозможно – молись. А поскольку всё невозможно, приходится только молиться о милосердии. – То есть то, что мы привыкли называть общество, что тот милосердие, либо высшее существо милосердия – это всего лишь иллюзия? – Это доброта. – А, вот это вот иллюзия. То есть то, что мы понимаем как милосердие, но это на самом деле… – Милосердие не всегда доброта. Потому что доброта – это когда тебе дают то, что ты просишь, а милосердие – когда тебе дают то, в чем ты нуждаешься. Вот в этом мире доброта. Если покопаться в этой сути доброты, то это доброта, чтобы потом от тебя что-то получить. Всегда так. – А вот если вы высказывали… – Корыстно. – Если желание не исполняется… – Ну, ещё одно высказывание. – Ну, да. И я хочу подвести к тому, что… – Ну, вы говорили, что нам не играет. Вот, вот, вот что он исполняет желание. И пусть он исполняет желание. Вот то, что он иногда исполняет желание. – Если мы говорим о нас здесь, в этом мире, о заключённых этого мира, то здесь всё подчиняется закону. Здесь нет милосердия. Но если оно и приходит, то это чудо, то приходит кто-то не от мира сего, который проявляет милосердие. Не за что-то, а потому что. – Ну, где такое найти? – Возразить хотели, да? – Нет. – Нет. – Я хотела спросить, если они в этой тюрьме… – Полубоги, они тоже в этой тюрьме, просто у них хорошее условие с кондиционером, и они там дольше сидят. – Они хотят, порой они хотят спуститься к нам на средний уровень, в мир человеческих существ, человеческих животных. – Потому что здесь легко, там легко впасть в благодушие, там легко притупить гдение. А здесь существует яркое разграничение добра и зла, здесь постоянно находишься в тонусе. Если в мире низших созданий животных сознание пребывает в полностью притупленном состоянии, как бы во сне, то здесь мы то во сне, то наяву, то во сне, то наяву. А в мире… – Что? – И хоть в себя это и есть возможность стать свободным в тюрьме? – Нет, ну почему? Мы полагаем, что это вообще освобождение. Тюрьма, она же вовне находится, свобода она внутри. Просто в религиях, во всех, без исключения говорится, если ты будешь соблюдать законы тюрьмы, то тебя освободят. Если ты будешь соблюдать закон Божий, то ты освободишься из этой тюрьмы. Но это неправильно. Если ты будешь соблюдать закон Божий, то ты займешь более удобное положение в этой тюрьме. Ты станешь Богом, ну, творцом Брахман по нашей религии. В лучшем случае. Вайшнавы говорят, что если ты будешь просить о милости того, кто командует командиром тюрьмы, тогда ты можешь освободиться. Не соблюдая законы тюрьмы, а прося милости у создателей этой тюрьмы. Потому что тот, кто с ключа не находится, Майя, Дэви, иллюзия, она не может тебя освободить. Она такая же подчиненная, как и мы. Как же это в случае совести, чтобы унижаться перед тем, кто чистит Бога? Перед Богом надо унижаться, конечно. Перед совестью нужно унижаться. Причем настолько унижаться, чтобы совесть от тебя ноги вытирала. Ну, на возвышенном языке это называется поклониться лотосным стопам. Ну, а по-нашему это чтобы от тебя ноги вытирали. Чтобы Бог от тебя ноги вытирал. А языком поэзии это принять убежище лотосных стоп. Подразумевалось, что это должно быть унижение перед? Да. Терпеть, это одно терпение. А унижение, это совсем не было. Унижение, полное унижение. Рабское унижение. Что? Смирение? Ну да, я просто перевожу в наш человеческий язык. Чтобы он от тебя ноги вытирал. Просто унижение подразумевает чувство превосходства кого-то на других. Конечно. Потому что Бог его нас всех любит, он не может подразумевать. И желание не сдавать нас. Ну да, чувство превосходства его перед собой. С одной только оговоркой бесконечного превосходства. То есть ты полное ничтожество, а он полное величие. Не просто он чуть-чуть нагло выше тебя, а абсолютное унижение перед ним. Это мы его дети как бы можем этого хотеть. Или создать так, чтобы мы унижаемся. Его любимые дети. Ну вроде как-то не совсем. Ну если вы претендуете на звание любимых детей, то пожалуйста. Есть понятие. Но среди любимых есть какой-то более любимый, да? Нет. Это не нахуй. А так получается мы все не любимые. А получается унижение для него это нормальное чувство от нас. Ну вот такой вот путь с башнавизмом. Мы избираем путь полного унижения перед ним. Унижения перед совестью. Быть рабом любви, рабом Божьим. Просто так вот будет не к смирению прийти, а через унижение? А может быть через смирение проще к унижению прийти? Ну вот вы видели, как он стоит, например, с букетом перед ее балконом на втором этаже. Вот он себя унижает, правильно? Почему? Унижает чувства прекрасными цветами. Ну он же унижает себя. Мог бы пойти поспать, отдохнуть, а он ночью стоит, поет сиренады ей. Это же унизитель. Я все для тебя сделаю, дорогая. Он же ей так говорит. Унизитель, если она его отвергает, а он продолжает прессмыкаться. Вот это унизитель. Вот. Вот именно это и есть настоящий бхакти. Он тебя отвергает, а ты все равно стоишь. Что, Бог нас отвергает? Может. 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 Не дайте ли это религиозное требование унижения, просто унижение социальных условий, то есть унижение не будет. Я вот позавчера говорил с одним кастером американцем. Ну. А не могли бы поближе сесть-то, нет? Трудно. Ну, хорошо. Что это, скорее всего, отражение социальных условий. А у них кто? Партнер? Партнер божий. Ну. И мы думаем, что это какие-то религиозные требования? Это просто навязанное средой восприятие попорности и всего лишь? Ну. Нет. Ну, пожалуйста. Можно быть партнером. Да. А потом сначала миноритарным партнером, да? Акционером. Потом в равных долях 50 на 50. Потом можно как контрольный пакет. А потом сказать, знаешь, у тебя была глубина из бара. Нет? Иди отсюда. Нет. Ну, не сейчас. Не сразу, конечно. Начало партнер. Ну, так и есть. Потом признаем. А что, собственно, мы здесь и делаем. Мы пытаемся быть партнерами, соучредителями. Мы же учредили этот мир. А потом, да, потом… Как называется… Когда все сто процентов дали, как? Казец. Владелец. Владелец. Стопроцентный учредитель. Ну, это… Брахманов говорит. Потом собрали акционера, признали медицину. А у нас-то больше акционеров, чем он один. Он иногда приходит и говорит, если мой слуга убьет всех, я это назову хорошо, то это и будет хорошо. А мы говорим, нет. Вот нас, по большинству голосов, мы решили, что это не так. Ну, как вот, однажды вот с Арджуной… Значит, они по лесу шли со своим другом Арджуной, Кришной. И им навстречу вышел такой рыжий, здоровый человек. Говорит, я страдаю, я голодный. Мне хочется поесть. Они говорят, ну, хорошо, ты поешь. Только, говорят, не очень много надо есть. Тогда они взяли, подожгли огонь, подожгли лес, а этот человек встал на опушке леса, и все звери, которые вылюдали, он их убивал и ел. И это было хорошо. То есть он уничтожил весь лес, огромный лес. Тогда же, пять тысяч лет назад были огромные территории. Весь лес со всеми лесными жителями. И ему хорошо было. А мы сейчас, ну, с точки зрения нас, экологов, мы говорим, это плохо. Ну, как это, с большинством акционеров, да, мы решаем, что это плохо. Лучше бы он сохранил лес с букашками, а так все погибли. Или, например, он взял, учинил войну в 41-м году. Столько народа погибло. Мы говорим, как плохо. А он взял, учинил. Ему хорошо. Посмотрел, как там, ну, к примеру, как там на железных этих кониках люди бегают, стреляют друг в друга тысячами. Прикольно ведь, да? Мы говорим, о, как плохо, сколько народу погибло. А ему приятно. Допустим. Он потом сказал, ваши акции действительно учатся в раме. То есть, какое право голоса есть у тех, с кем я играю в компьютерную игру? Там вот эти выскакивают, стреляют по мне, я тоже по ним стреляю. И вдруг они, там, раз там сбой дала программа, они так собираются. Так, мы решили, что ты не имеешь права нас здесь стрелять. Я просто перезагружаю, и они со всеми их голосами и акционерными протоколами перегружаются и снова начинают бегать и стрелять друг в друга. Это не все очень просто. Когда нормы морали превалируют над его волей, он просто эти нормы морали убирает, а кто не согласен, перезагружает. Это и есть унижение. Это значит признать его, признать то, что ему хорошо, хорошо для всех. Если он возьмет всех, уничтожит от удовольствия, для удовольствия, и мы признаем, что это хорошо, то это и есть смирение и унижение. Это высшая цель Бхакти. Я счастлив от того, что ты счастлив, душа ему говорит. Мое счастье, оно целиком зависит от твоего. Если мне хорошо, а тебе не хорошо, тогда и мне не хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok